МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Китай. Перед отлетом президент дал интервью информационному агентству Синьхуа. Уголовное дело возбуждено по факту трагедии в Житковичском районе. На озере Белое в воскресенье утонули 5 человек. Байдарочники и каноисты пополнили медальную копилку белорусов на универсиаде сразу 12 медалями. До новых встреч фестиваль. В Витебске сегодня торжественное закрытие славянского базара. Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Китай. В Пекин глава государства летит по приглашению председателя Китайской народной республики Си Дзиньпина. Визит продлится 3 дня. Ожидается, что во время поездки Александр Лукашенко проведет ряд встреч, в том числе и с руководителем республики Си Дзиньпина. Планируется подписание совместной декларации и более 20 двусторонних документов и контрактов. Дипломатические отношения между странами были установлены более 20 лет назад. Стороны регулярно обмениваются визитами на высшем и высоком уровне. За годы сотрудничества товарооборот между двумя государствами вырос в разы. В 2012 году он достиг отметки в 3 миллиарда долларов. В Беларуси китайские инвесторы реализуют масштабные проекты. Среди них и совместная сборка автомобилей в Борисове. В Китае на предприятиях с белорусскими корнями собирают самосвалы, тракторы и кормоуборочную технику. В Беларуси и Китае полны решимости наращивать отношения по всем направлениям. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Синьхуа, данному перед началом официального визита в КНР. Президент отметил, что основная цель его визита – расширять стратегию сотрудничества. Мы перешли в область стратегического партнерства, стратегического сотрудничества между КНР и Республикой Беларусь. Я хочу сказать главное. Мы полны решимости, оно так и будет, наращивать эти отношения, расширять объемы этих отношений от торговли до гуманитарного сотрудничества. Это основная цель моего визита в КНР. Ну и потом настало время нам с Цзиньпином обсудить те проблемы, которые могут возникнуть в связи с тем, что происходит в мире. Нам надо подумать о дальнейшей стратегии нашего сотрудничества, решить ряд тактических проблем, которые, безусловно, будут влиять на стратегию отношений между Беларусью и КНР. КНР. Уголовное дело возбуждено по факту трагедии в Житковичском районе Гомельской области. В результате ЧП на озере Белое в воскресенье утонули 5 человек, двое взрослых и трое детей. Как сообщили в Следственном комитете, к трагедии привело нарушение правил эксплуатации лодки. К тому же в крови мужчины, управлявшего судном, обнаружен алкоголь. В момент кораблекрушения на борту было 10 человек. Жители Солигорска и Житковича. Из них половина дети в возрасте от 4 до 7 лет. Еще один мужчина находился в спасательном круге, который буксировала за собой моторка. Добраться до берега удалось лишь шестерым. Тела погибших двух женщин и троих мальчиков найдены. Также спасателям удалось поднять со дна моторную лодку. Назначен ряд экспертиз. К расследованию инцидентов подключились правоохранители. Тем временем прокуратура совместно с МЧС проведут мониторинг эффективности работы освода и иных служб по обеспечению безопасности людей на водах. Как отмечают спасатели, основная причина несчастных случаев на производстве, гибели людей на пожарах и утоплении – алкогольное опьянение. Поэтому решено совместно с органами МВД и Министерством здравоохранения инициировать принятие дополнительных мер, в том числе нормативно-правовых, для снижения уровня выпуска и потребления алкогольных напитков. Вопросы строительной отрасли продолжает решать рабочая группа, созданная по поручению президента Беларуси в центре внимания последнего заседания. Проблемы управления инвестиционным циклом и ответственность участников этого процесса. Подробности у Анастасии Иванниковой. В свое время история этого застывшего долгостроя облетела весь интернет. Дом по улице Притыцкого в топе антирекордсменов. Сначала продвигался со скрипом, сегодня и вовсе стоит. В списке обманутых дольщиков несколько сотен человек. Уже давным-давно вышли все сроки, да и денег многие, мягко говоря, не досчитались. При этом доплаты требуют постоянно. Решения принимаются никакого. Наш подъезд дальше раньше заселился, к счастью. Но радости мало, потому что вокруг смотришь, это безобразие. Выбраться из многоэтажной западни не помогли ни десятки официальных писем, ни устное обращение. Новый срок истек уже в июне. А стройка оставшихся подъездов как замерла в минувшем сентябре, так и стоит. Поэтому в скорое новоселье верится едва ли. Ну а это уже регион Витебский. Здесь градус напряженности между будущими жителями и представителями компании-застройщика расти перестал. А недавний проблемный дом обернулся в плюс. 120 семей отметят новоселье уже в июле. А ведь еще недавно, сдвигов на замороженной стройке, никто не ждал. Причем прервавшиеся финансирование причиной было далеко не единственной. Первая проблема касалась проектной документации. Первоначально на этом доме были запроектированы свайные фундаменты. При забивке первых пробных свай было испытание динамическое и статическое. Сваи не понесли нагрузку. На этом было потеряно много времени. Специалисты строительной отрасли вновь с обсуждением проблемных вопросов в центре последнего заседания рабочей группы теперь и инвестиционный цикл. С основными предложениями по его оптимизации Министерство архитектуры и строительства. Когда есть конкретный проект, есть уже конкретный интерес к подключению, тогда очень легко выдавать заключение. И получается, в этом блоке у нас заказчики угоняют по этим согласующим организациям один, два, три раза. И мы предложили в 176-й писать о том, что если выгонные технические условия в решении документации соблюдается, то никакого дополнительного согласования не должно происходить. Строительно-инвестиционный этап нужно детализировать, а разработанная схема должна быть общей для всех. По поручению главы администрации, общий знаменатель строительной отрасли должен быть найден до 1 августа. Процесс должен быть многовариантным. Эта вариантность должна быть утверждена. У нас, может быть, пока не было до этого момента сформирован такой мощный заказ на специальный орган госуправления, который будет регулировать весь строительный процесс. Нам нужно все, что касается строительства, в стране привести к определенному общему знаменателю, одинаково понимаемого всеми. С 1 июля о насущных проблемах строительства можно рассказать по телефону доверия. Неоправданные цены на квадратный метр, размытые сроки. Обращаться можно по будним дням с 8.30 до 17.30 по телефону 8 017 2 100 190. В Витебске сегодня торжественное закрытие славянского базара. Программа последнего официального дня форума насыщенная. Кинопрезентации, театральные встречи и музыкальные шоу. И буквально несколько минут назад стали известны имена победителей международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Гран-при получил исполнитель из Польши Михаил Качмарек. Первая премия досталась хорватской исполнительнице Сабрине. Вторую поделили Евгений Андриянов из Молдовы и певец из Грузии Арчил. Третью белорус Александр Соловьев и руминский певец Кристи. Наш исполнитель также получил приз парламентского собрания Союза Беларуси и России. Продолжение следует...